Защитники животных свидетельствуют, и в 21 веке широко распространено плохое обращение, как с домашними, так и с дикими животными. Люди, особенно жители городов, воспринимают птиц, собак, кошек и прочую живность, как надоедливый фактор, с которым особо не церемонятся. Примечательно, что оба победителя в двух противоположных номинациях связаны со случаями настоящих пыток. Так, самым дружелюбным поступком по отношению к животным была признана компания «История меха» общественного движения во имя животных. Активисты движения опубликовали шокирующие фото и видеокадры, снятые на крупнейшей в Прибалтике пушной звероферме. Их вы сейчас видите на своих экранах. Тысячи зверьков, предназначенных на выделку шкур, содержатся в ужасающих условиях. Многие травмированы, лечением не оказывается. Данная история послужила поводом для обсуждения на уровне парламента, где рассматривалась тревожащая ситуация на пушных фермах и возможные изменения законов. Ситуация с пушными фермами весьма проблемная. Они действуют безо всякой лицензии на частной территории, и государство до сих пор ничего не может сделать, чтобы исправить положение животных. Нам сообщили из Министерства окружающей среды, что сейчас там готовится проект закона, запрещающий содержание в неволе американской норки. Это, к сожалению, один из немногих примеров, когда деятельность защитников животных может действительно привести к положительным изменениям. А название самого враждебного поступка по отношению к животным в этом году в равной степени претендовали гибель циркового слона в Нарве и два случая жестоких пыток птиц, совершенных компаниями детей в Таллине и Виллиенде. Худшими поступками года были признаны именно они, поскольку пострадавших птенцов-чаек немилосердно мучили, поджигая им перья, отрезая клювы и выкалывая глаза. По мнению психологов, в жестоком обращении детей с животными виноваты в первую очередь взрослые, которые нередко выражают словесную агрессию против надоедливых, кричащих птиц или животных в присутствии своих чад. А те воспринимают эти ругательства как руководство к действию. Эти инциденты ужаснули всех, ведь в них участвовали дети, которые зачастую и сами не осознавали всего трагизма случившегося. К несчастью, подобное насилие провоцирует не только примеры со стороны взрослых, но и жестокие видеоигры и фильмы, которые смотрят наши дети. Впрочем, к счастью, далеко не все представители молодого поколения склонны мучить животных. Так, среди претендентов на звание самого дружелюбного поступка этого года было пятеро девяти двенадцатилетних жителей Тарту, которые нашли на улице травмированного ежа, защищали его от собак и людей и отдали ветеринарам. Вылеченного ежа отпустили обратно на природу. Этот поступок весьма тронул членов общества защиты животных, которые уверены, что он может послужить добрым примером отношения к животным, как детям, так и взрослым.